Всем привет! Меня зовут Вадим и сегодня я вам расскажу о своем двухлетнем пути из мира Java в мир NoJS. Мои такие путевые заметки своего рода. Сразу говорю, что доклад он субъективный, я думаю, в таких темах трудно оставаться объективным и также целью доклада не является показать, что там Java круто, круто или NoJS круто, остальное все как бы сидит в стороночке и нервно курит. А больше, наверное, то я хочу показать, на что стоит обратить внимание, если кто-то просматривает применение, внедрение NoJS с опытом Java разработки или вообще думает тоже перейти, почему бы и нет. Я думаю, это будет полезно. Ну и надеюсь, как минимум, будет интересно. Итак, начнем. Как все начиналось? Началось все два года назад, в 2016 году. Тогда я еще работал в CodeBorn, не в этом офисе, а в старом офисе, который не такой был старый. И как-то так получилось, что этот год для меня явился годом больших перемен и в том числе перемен в области стейки разработки. Честно скажу, тогда я это рассматривал так, что Java стек, да он стабильный, да он в принципе удобный, но в нем как-то мало каких-то изменений, каких-то новшеств. Вот просто, ну, все хорошо, все удобно. Ну, назовем это стагнацией. То есть, вроде деградации нет, но и какого-то роста развития тоже нет. В то же время, Node.js стек, он там активно развивается. Вся тема скалируемости, нон-блокинг подхода, это все модно, в тренде, молодежно. Там Java стек в мире, тоже там всякие наработки в этой области тоже, в общем-то, шли там, если, как же, забыл. Ну, как бы, собственно, почему бы что-то не поменять в своей жизни, в своей работе, почему бы не попробовать что-то другое, необычное, назовем, для меня. Ну, в общем-то, сказано, сделано. Так получилось, что да, я в основной деятельности сошел с Java стека и перешел работать уже на Node.js стек. Ну, сразу оговорюсь, я никогда Java все эти два года, в общем-то, не забывал. То есть, параллельно с основной работой у меня была некоторая деятельность на Java. Итак, начнем с того, что, в общем-то, так, ну, мне понравилось, что было классно. Действительно, приложение старт очень быстро. То есть, возьмем такой, ну, нормальный набор библиотек, там, для написания какого-то микросервиса, там, REST API, база данных, там, какой-то кэшинг. Ну, 90%, наверное, всех приложений, что мы разрабатываем. И, ну, за секунду это все так поднимается, легко, непринужденно. Механизм рестарта приложения, то есть, редеплой, ход релоудинга, он простой, в принципе, он работает. Из коробки его нет, но можно поставить, там, Node.mon, допустим, библиотечку, которая запускает твой процесс через себя, мониторит изменения файлов, поменялся файл, рестартуется. Быстро, дешево, бесплатно. Привет, движительный раунду. Который есть, да, Jarebel продыл, классный, но стоит денег. Здесь, ты, в общем-то, получаешь, что все бесплатно. Минус такой, что, если ты работаешь с ремонт-дебаггингом, то он тебе, в результате релоудинга, естественно, отваливается. Но заново коннектится. И этот ход релоудинга, естественно, не сохраняет никакого стейта. Но если мы возьмем 2016 год, у нас, значит, REST API, стейтлесс, стейт тебе не нужен в твоей бизнес-логике. То есть, ничего страшного. Что еще? Для, назовем так, деплоймента очень важно. Это, по сравнению с Java, это небольшой расход памяти. То есть, если мы возьмем сервис, который делает примерно то же самое, вот, там, работа с базой, кэш, какой-то HTTP сервер, там, middleware. То в продакшене расход 50 мегабайт памяти. 50 мегабайт. И здесь никаких не надо, там, ничего не надо тюнить. Вот, просто запустил, вот оно вот голенький, пустой, бежит, 50 мегабайт потребляет. Возьмем Java. Без каких-то оптимизаций. Но, наверное, мегов 150-200 у тебя в легкую возьмет. Вот просто он стартанул сервис, и вот он съел. Можно оптимизировать. Если там, кто-то у нас предмутит, там, читает, как там продакшен код, вы найдете, что можно уменьшить размер подстэк для трэда. То есть, по умолчанию, там, зависит от операционной системы. Это может быть, это 64-битных, это не 1 мегабайт. То есть, для одного трэда подстэк выделяется 1 мегабайт. Можно уменьшить, там, 370 вариками. Ну, да, можно. Можно уменьшить размер трэда полублокатора, там, по умолчанию, 200 трэдов. Понятное дело, они не все сразу поднимаются. Ну, такие маленькие оптимизации, ну, можно, там, до соточки, там, если повезет, до 60, если довести. Ну, вроде как, надо что-то сделать, и надо об этом думать и знать. Здесь ничего думать не надо. Работает. Что еще хорошее? Нет dependency hell. То есть, эта проблема решена на уровне npm и на уровне самого загрузчика модулей библиотек. Наверное, с dependency hell в какой-то мере все java-программисты сталкивались. Или столкнутся рано или поздно. То есть, наша система использует библиотеку A, также использует библиотеку C. В свою очередь, эти библиотеки используют библиотеку B, но разные версии. Если вы, там, какие-то исключения, там, в Mavon, в Gradle не указываете, вы можете удивиться, что пойдет у вас в classloader, и насколько это все окажется совместимым. В случае Node.js у A библиотеки будет своя версия библиотеки B, у C библиотеки будет своя версия библиотеки B, и все будет красиво работать. Что, в общем-то, попыталось, сделали в Java 9, внедряя Java Module Systems. Я не знаю, как у вас с этим делом, с адаптацией, по-моему, это жестко было. Может, сейчас чуть лучше стало, но вот в Node.js этой проблемы вообще не было. С самого начала было сделано таким учетным, как бы учли все вот эти моменты других платформ, которые были очень болезненные. В общем-то, придя в Stack Node.js, мне там начать делать разворачивающиеся сервисы, ну, было как-то просто непринужденно, то есть learning curve минимальный был для меня. Поговорим, ну, асинхронное программирование, это круто, считается. И действительно, в Node.js в 16-м году было уже Node.js 6, там была поддержка генераторов, то есть можно было писать синхронный код без callback и без промиссов. С выходом в 17-м году с седьмой версии Node.js уже нативный был осень-ковейт, то есть вообще, как бы, нон-блокинг код и синхронный писать было легко и непринужденно. Это хорошим. Теперь не о самом хорошем, темная сторона Node.js, которая была для меня. С точки зрения есть так, посмотреть, вот с опытом, что я в Java имел, и вот что для меня не зашло просто. Наверное, часто видели эту картинку, скажем так, с хорошей стороны. Да, Node.js, он single-traded. Ну, вот там, если мы возьмем последнюю версию Node.js, там уже мультитренинг добавили, определенный, ограниченный. Ну, в общем и целом, идеологически он single-traded. Все ее операции, они синхронные, соответственно, идет в отдельных callback. Для меня основной, в общем-то, проблемой, спустя два года, если так обобщить, то, что Node.js, он, в общем-то, только, назовем, нон-блокинг. То есть, все библиотеки заточены под это. То есть, если ты пишешь какой-то сервис, где тебе скалируемость вообще не важна, но тебе важно удобство программирования, ты все равно пишешь его как бы нон-блокинг, в нон-блокинг стиле. Возьмем Java, да, по умолчанию идеологически Java на мультитриде, все операции блокирующие, но в то же время, если тебе нужна суперскалируемость, там, возьми Vertex, или, например, просто используй Complitable Futures, или, там, я не знаю, Scala, фанаты, возьмите Accu и пишите. Но в Java есть выбор. То есть, если мне скалируемость сейчас вообще не важна, я пишу как мне удобно. Потому что, я скажу, писать такой по-старому блокирующий код, он априори всегда будет проще, чем писать нон-блокинг, как бы синхронный код. Модель программирования, это совершенно, ну, по сложности, они различаются очень сильно. Дальше я покажу, почему в некоторых примерах, деталях. Node.js, он, вот, у тебя другого выбора нет, пиши только так. Для меня остается загадкой, как в свое время Node.js вот, брал, вот, становился популярным. Когда он, в общем-то, имел только, по сути, колдбеки, даже еще промисы там не сразу появились. То есть, писать код на колдбеках, бизнес-логику сложной, с различными разветвлениями, ну, это удача. Поддерживать потом, понимать это. То есть, когда ты видишь, мне удалось немножко поработать с таким, назовем, легоси, Node.js, с сервисами, когда ты видишь вот этот ад, и тебе нужно еще сделать дополнительное изменение, которое просит, требует запроса в базу, ты начинаешь думать. А надо ли вообще это делать? Может, как-нибудь попроще можно сделать? То есть, понять и поддерживать этот код, его дальше развивать намного сложнее, чем если мы пишем код, назовем по старинке. Поговорим о рефакторинге. Рано или поздно система будет требовать какого-то рефакторинга. Это, наверное, если кто-то не рефакторинг, не рефакторинг, не рефакторинг, не одну систему, ну, наверное, что-то неправильное в жизни, прожил в жизни зря. И вот в случае Node.js, JavaScript, здесь все не так очевидно и просто, как Java. В Java у нас есть компилятор, у нас есть великолепный туллинг, там IntelliJ IDEA, там кто-то еще пользует Eclipse, пожалуйста. И из моего личного опыта, что если там надо что-то по пакетам перенести, в случае Java это буквально пару кликов, минута-две работы, и у тебя код компилируем, и еще он работает правильно. В случае Node.js примерно такой же сложный задач, они потом занимали 1-2 часа работы, чтобы это все привести в состояние-стояние. Почему? Потому что JavaScript по своей натуре динамически антипизированный язык. Что с этим автоматически связано? Ну вот слабый туллинг, туллингу реально тяжело. Возьмем, я использовал IntelliJ IDEA, вот за что привык. Ну вот она хотя бы старается, но вот делает все, что она может, она пытается понять, вот что ты имеешь, вот где у тебя какие-то связи, какие-то тебе дают подсказочки, ворнинги или еще что-то. Но очень много возьмем Node.js разработчиков, они используют Sublime, Atom, Visual Studio Code. Ну Visual Studio Code это еще такая полу-ID, назовем. У нее хоть какой-то IntelliSense может быть. И весь рефакторинг люди делают, в принципе, вручную. Ну для меня это немножко было как-то, назовем, странно, непривычно. То есть, когда за тебя делает система, а ты делаешь все сам. В итоге, что, ну такие мои субъективные заметки. То есть, если ты пишешь какой-то сервис, то или, а, ты должен сразу подумать наперед, о, возможно, такой правильной структуре своих, ну, всех этих папок, пакетов, назовем, ну, каталогов, как ты будешь организовывать свои, там, классы, модули. Это один вариант. То есть, ты тратишь на начале самого проекта довольно много времени, пытаешь что-то придумать, что, возможно, будет правильным. Но не факт. Другой вариант, ты можешь просто, как бы, не думать, ну и не париться. Потому что потом это все сложно. Ну еще, да, третий вариант ты все-таки делаешь. Это самый лучший вариант. Ну ты тратишь, там, час-два времени, три времени на относительно довольно несложный рефакторинг. Поговорим о юнит-тестах. Они у нас сейчас, де-факто, стандарты. И, мое только мнение, что, ну, Node.js и JavaScript, их ценности довольно достаточно высока, важна. Ну, сильна. Потому что, да, очень часто мы используем мокинги. Мокинг, да, то есть, кто-то скажет, что это хорошо. Это правильно, это неправильно. Моки можно поспорить, но они есть. И в случае Node.js у заглушек вообще нет никакой связи с реализацией. То есть, по сути, ты пишешь, ты дублируешь реализацию. В результате, если ты меняешь сигнатуру реализации, она никак не отображается в твоей заглушке. Ты должен помнить, ты должен все это найти. То есть, и в случае этих всех заглушек, ну, а даже IntelliJ IDE, она вообще была неспособна их понять, что это, оказывается, связано как-то с моей реализацией модуль. В итоге, если ты не используешь среду разработки, то очень часто поведение может быть такое. Меняешь реализацию, не запомнил, где у тебя все места в свои тесты, или там забил, поленился, отвлекся. У тебя тесты зеленые, стартуешься, вообще ничего не работает. И реально это очень больно. Я сейчас немножко продемонстрирую, что это может значить. Возьмем, у меня есть класс модуль сервис, который экспортирует. Некоторый метод, который делает какую-то логику. В то же время, мой сервис обращается к некоторому репозиторию. Ну, там, в базу данных что-то делает, лезет. Вот у меня репозиторию. Что-то сохраняет. И, да, у меня есть даже unit test. Сейчас мы это уберем, уменьшим, чтобы было лучше видно. Мы тестируем, что в данном unit test, что репозиторий метод save something был вызван один раз. Давайте запустим, у меня есть еще сервис main, назовем, ну, main метод для моей логики, старта моего приложения. Да, то есть, если мы node service main, вот, у меня он отработал, он вывел doing some logic, вроде закончится без ошибок. Теперь, мы решили переименовать метод, но дали плохое название, бывает, не всегда хорошее, с первого раза приходит в голову. И, предположим, у меня нет никакого тулинга, я работаю просто в редакторе. Ну, и поменяем мы на такое бессмысленное название. Ой, неправильно, не с того он в конца начал. Возьмем репозиторий. И пусть у нас будет вот так. Поменяли реализацию. Репозитория. Ну, а как-то феерично забыли, кто кого использует. Ну, там, может быть, куча мест. Теперь запустим наш тест. По уровню тестов он у меня зеленый. Потому что я заглушку вручную описал, там, метод safe launching, он у меня и остался. И как-то все красиво работает. Давайте запустим нашу реализацию. Мы получили тут, что safe something is not a function. Не работает. Но вроде тесты были зеленые. У нас может быть 100% code cover еще не тестами. Но у нас ничего не работает. Откатим вариант на предыдущее состояние. И теперь сделаем рефакторинг. Ну, допустим, используя наши IDE. Я захотел переименовать. Классно. Давайте сделаем так тогда. То есть здесь он у меня поменял. Здесь поменял в реализации сервиса IDE. Молодец. Она не поменяла. Не молодец IDE. Что я сделал не так? Я сделал другое не так. Сейчас. Давайте этот поменяем. Рефактор. То есть я хочу экспортировать новое под другим названием. Здесь мы поменяли. Здесь мы тоже поменяли. Супер. Моя реализация хотя бы работает. И, на самом деле, в данном случае, слава богу, у меня IDE в новой версии даже смогла заменить мою заглушку. Да? Давайте запустим тесты. Можно, пожалуйста, вопрос? Да. У тебя в конце основной call count. Поэтому тест прошел. Call count 1. Почему? Давай сейчас запустим. Бабах. У меня тест не прошел. Сейчас у меня не прошел. Потому что... Нет, до изменений. Ну, call count я осерчил, что у меня он один раз проходит. У меня реализация один раз вызывает. То есть я это все правильно. Я и хочу убедиться, что я сохраняю что-то. То есть здесь как бы все нормально. Сейчас у меня тест завалился. Но он завалился не за то, что у меня с реализацией, а у меня завалился за то, что у меня проблема с тестом. Здесь новинка, честно говоря, последняя версия, идея, что она хотя бы здесь поняла, что они как-то связаны. Но вот здесь она у меня не поняла. В то же время она мне ругается, что unresolved дает подсказку. То есть мы все равно я должен ручками это сделать. И надо перевернувать. Yeah, вот это правильно. То есть забить на рефакторинг. Это нормально, замечание. Зачем рефакторинг? Поменяли. Да. Попробуй наперед продумать все варианты. Вот. Сейчас у меня отработало. Все здорово. Это такая иллюстрация, с чем приходится сталкиваться, когда работаешь. Идем дальше. Очень часто в джаве, наверное, ругают, там, маланы, грейдл, там, еще что-то. То есть когда-то был ант, да, потом появился первый малан, потом появился ант плюс айви, типа, тоже молодцы, там, потом появился второй малан, ну, который уже до сих пор более-менее в разных вариациях жив. Потом, типа, мамонт какой-то сложный, какой-то кривой, какой-то плохой. Давайте грейдл запилим. Запилили грейдл. Потом скала сказала, да вообще вы не умеете писать билдтулы. Давайте сделаем симпл билдтул. Который в итоге оказался не симпл, наверное, да, но SBT. С npm, с Node.js, то есть есть npm, там в свое время Facebook yarn выпустил, потому что npm был медленный, потом вышла новая версия npm, они ускорились, в общем-то, я не знаю, кто-то может использует еще. Ну, неважно, но сам факт, что npm еще то поделее. Скажем, ему, как бы, качество его написания, ну, меня удивляет. Первое. Это чисто, конечно, особенности внутренних библиотек, которые были использованы в компании Command. Там, в свой род, были кросс-зависимости. Но самое интересное, он периодически мог ломать все твои зависимости, причем локально у тебя все работало, потому что был кэш, там могло на сервере сборки тоже где-то быть работать, если у него еще был кэш, но когда ты делал там сбор докер-имиджа с абсолютно чистого листа, у тебя был сломанный имидж. И если у тебя тесты гонялись относительно еще не докер-имиджа, относительно вот другого, до докер-имиджа состояния, то есть тесты все функциональные, все проходило у тебя, а образ был уже нерабочим. Dependency hell? Нет, ну это не dependency hell, это, я назовем, NPM hell. Причем самое интересное, это чинилось. То есть несколько раз надо было там потереться нот-модули, несколько раз сделать NPM install, танцевать с бубном, это было недетерминистично, сколько раз надо было это все сделать, и все работало. До следующего fuck-up. Далее. Даже получилось так, что в команде несколько человек, у тебя чуть-чуть разные версии NPM-а стоят. Ну кто-то более новый, новую версию нота поставил, вот там буквально минорные версии. И у тебя вот эти NPM-шинграб-пэкэш-лок файлы, они немножко отличаются. То есть ты что-то там сделал, вроде я ничего не добавлял, у меня он прогнался, а уже изменения есть. Неприятно. То есть решение надо сразу было, окей, у нас есть разница, давайте все обновляемся до одной версии. Но самая такая вещь, которая меня постоянно убивала, что у тебя могут быть разные компьютеры, у тебя вообще-то ничего не поменял. Вот просто вот запустил NPM-инстал. И вот у тебя вот эти все dependency-хэш-самы, они с одним алгоритмом, а в репозитории с другим алгоритмом. Если на другой машине, то будет другой алгоритм и этот. И эта проблема висит с 17-го года. Даже иногда она почему-то отмечена как closed, но у меня до самого последнего момента она периодически случалась. Поэтому, наверное, это проклятие всех всяких package-менеджеров, build-тулов, что они вечно какие-то все кривые. Немножко поговорим о базах. Точнее, о работе с транзакциями. Как у нас выглядит работать с транзакциями? Возьмем там Java, я не знаю, Spring или какой-то свой фреймворк. То есть вначале у нас здесь какой-то фильтр, который в начале запроса из connection-пула возьмет соединение, поставит setout to commit false. Это соединение засетит в thread-local. И где-то там в DAO-репозитории слоя мы возьмем из thread-local это соединение и что-то сделаем. В конце вызова, реквеста, если нет никаких ошибок, все хорошо, мы коммитим транзакцию, если ошибка, мы как бы реллбэчим транзакцию. Привычная схема. С Node.js это не так. Там single thread. Понятия thread-local как такового нет. Какие я видел варианты? А просто забить на транзакции. Это сложно. Вообще-то, наверное, транзакции для слабаков. Другой вариант. Который лучше первого варианта, но с точки зрения кода он не очень. Мы, значит, какой-то там контекст, соединение кладем в контекст и через все слои бросаем соединение до самого нашего репозитория до уровня. Или модул класса. Лучше, чем ничего, но с точки зрения кода как-то далеко от элегантности. Ну, вообще, это как-то дичь. Ну, что можно? Кто пришел там с javas.net? А давайте загуглим Node.js thread-local. И вы не поверите, мы найдем решение даже, которое как бы что-то делает похожее. Но если посмотреть, как это все написано, как это сделано, это использовать страшно. Потому что не дай бог, ты там обновишься на какую-то, может быть, минорную версию ноды, то тебе никто не гарантирует, что это продолжит работать. Поэтому лучше не мыслить теми же категориями, которые работали там в java.net, где есть multitracing, где-то есть thread-local. То, к чему я пришел, это использование тоже своего рода dependence injection паттерна, который бы поддерживал бы scope зависимости. То есть, приходит request, мы, значит, строим зависимости, которые нужны для этого request, как бы со scope в request scope. Значит, инициализируем нужным коннекшеном, отрабатываем. То есть, модель программирования такая же привычная, как и, назовем, java с dependence injection. Все протрачно и все как бы спрятано. Нет никакого вот этого boilerplate кода, когда мы пробрасываем соединение. Минус, точнее, это великолепно работает, здесь, наверное, не очень такие сильно нагруженная система. И, возможно, это будет ощущаться, что до каждого request мы создаем какое-то количество классов и, соответственно, потом garbage collector и там нужно будет собирать уже использованные классы, инстансы, то это может, конечно, сказаться на перформансе сервиса. Но, как бы, мои случаи не были связаны с high-performance системами, с кейсами, поэтому это работало великолепно. Немножко поговорим еще тоже продолжим темам баз данных. Скалируемость REST сервисов, REST API, написано Node.js, потому что вся идея Node.js, это как бы non-blocking, это великолепно скалируется. И очень часто у нас, получается, мы пишем сервисы, а база у нас там реляционная база. Как у нас обычно работаем с реляционной базой? У нас есть некоторый connection pool, потому что мы не хотим каждый раз создавать connection, это дорого, это медленно. И у нас connection pool, как правило, гранична 10, 20, 30 соединений. И, скажу сразу, вся эта скалируемость, она будет упираться в размер connection pool. То есть, если у вас сервис, который что-то работает из базы, и, предположим, вы там начинаете нормально, так надежно пишете код, что в начале кодса начинаете транзакцию, то есть с connection pool берете выделенное соединение, его резервируете, с ним работаете, в конце вы возвращаете в connection pool, то ваш уровень параллелизма, ну, он будет равняться примерно размером connection pool. если вы будете построить еще какой-то кешинг, там, Redis, то действительно вы начнете где-то экономить, потому что не каждый раз вам нужно будет, наверное, брать соединение, если вы грамотно дизайните систему. Но, в общем и целом, здесь, как бы, скалируемость, она так упирается в базу. И то, что сама все база, она, в общем-то, она блокинг. И любая база не любит много параллельных соединений. То есть, если почитать там, как база не устроена, какое оптимальное количество соединений, там есть определенная формула, количество процессоров, количество дисков в рейт-массиве, там, помножить, плюс один, то это будет оптимально для базы. Уровень параллелизма. Теперь немножко перейдем вот к продакшену. Как мы, да, мы хотим писать код, который без багов, без косяков, без ошибок в продакшене, но он у нас, ну, не всегда получается. Что мы делаем? Да, мы где-то ловим ошибку и ее логируем вместе со всем стекторейцем. И потом под стекторейцем мы можем, в общем-то, найти, что вот это связано вот с этой функциональностью. С Node.js из коробки это не совсем так. Возьмем такой пример. Наверное, я здесь видно. у меня есть какая-то моя вот эта нон-блокинг асинхронная библиотека, которая что-то делает, там запросы, работаем в базу, и я делаю два вызова. Один вызов должен завалиться, другой нет. И вот какой-то из них стабильно завалится. Что мы получаем при вызове? Мы видим, что у нас какая-то там ошибка с седьмой строчки случилась в реализации нашей библиотеки асинхронной. Но вот где случилось именно в нашей логике мы этого не узнаем. То есть у нас получается вся надежда на разработчика библиотеки, чтобы он в ошибке передал как можно больше информации и вы смогли бы эту информацию как можно лучше отобразить в логе, чтобы потом по этой косвенной информации можно было бы найти, что эта проблема связана именно с этой строчкой кода, именно с этим вызовом. То есть это будет требовать заведомо некоторых дополнительных как бы надо об этом подумать наперед и подготавливаться. Иначе при первых там в лаве проблемах вы можете столкнуть ситуацию, что вы не знаете точно где именно случилось. То есть вы понимаете у них достаточно логинга. Там добавили логинг, ждете следующую ошибку. Ну момент обычный. Как это можно решить? Это в принципе решаемо. Но вот если мы будем писать код таким образом, то есть мы каждый асинхронный вызов мы будем оборачивать в try-catch блок и вот какая-то у нас helper-функция, которая будет эти stack tracers склеивать. Действительно, в этом случае, если мы сделаем вызов, мы увидим, что у нас вызов какая-то ошибка строчки 29. Строчка 29 это вот второй вызов кэш-блоги и в принципе уже понятно вот эта часть завалилась. Будет ли вы всегда так писать код? Но немножко так тяжеловесно код начинает выглядеть. Это что-то напоминает стиль, если кто на go пишет, что делаешь вызов, у тебя два значения, значение собственно и ошибка. И твоя задача проверить, есть ошибка или нет, ошибка, есть ошибка как-то среагировать. Для меня это как бы я пока не могу этот принять стиль программирования, потому что получается очень вербозно. Вот. Идем дальше. Другие кейсы маленькие, такие, ну, мелочь, но случается. Но у вас засинхронная функция, вы забыли await. А представляете, засинхронная функция, она что-то делает и бросает ошибку, если что-то неправильно. Что получится у нас? Ошибки не будет, точнее, ошибка будет, но она так сама по себе будет жить и ваша основная логика вызовется. очень часто такое может случаться во время рефакторинга. Была функция какая-то валидации, она не делала никаких обращений, возьмем к базу, потом стала делать, стала осюнка. а в основной логике вызова забыли поставить вызов валидатора. Все, это пойдет в своей жизни, дальнейшая ваша логика пойдет в своей жизни. Опять-таки, да, IntelliJ IDEA в последних версиях начинает подсказывать, что вот ты вызываешь функцию без await, молодцы, работают, пытаются это исправить. Вы можете спросить, что да, есть TypeScript, он, наверное, прикольнее, чем джаваскрипт. И будьте абсолютно правы, мы дальнейшие сервисы, которые даже такой тяжеловесный, более, назовем, бизнес-логика, какие-то расчеты, денежные расчеты, мы уже попробовали стать скриптом. И если в целом сказать, оно лучше, чем назовем просто JavaScript. Чем лучше? Refactor становится проще, потому что есть компилятор, и поскольку язык, назовем типизирован статически, тулингу элементарно легче жить. Автоматически с этим юнит-тест ценность и смысл становятся более значимыми. То есть он, я бы сказал, по уровню уже как в Java. Ну и если ваша функция не void типа, грубо говоря, возвращает что-то, то уже Aways забыть сложнее, вы сразу получите ошибку компиляции. При условии, если вы правильно определили, что функция что-то возвращает. Тайвскрипте можно писать в стиле JavaScript, ничего не указать, тогда вы выстрелите себе в ногу. Теперь, что не очень. Скорость компиляции, она, я бы не сказал, все равно быстрее, чем Java, а я бы, наверное, может, местами даже медленнее. То есть здесь вы уже такой вот легкости, вот этого, такой roundtrip, что поменял файл, сохранил, через секунду вы видите изменение, ну, чуть-чуть уже будет время брать. Но самая важная проблема, это то, что Тайвскрипт приведу пример, что это означает. Мы использовали сервисы для работы с базой TypeURM. И у нас был там entity, у которого было поле типа date. И в базе у нас тоже было поле типа date. И мы сохраняли объект типа date. И мы читали и предполагали, что это тоже объект типа date. На деле оказался string. Да, это работало, потому что использовали библиотеку и работали с данными, которые принимали, и date, и string, и сама все справлялась, но сам факт, что вы получаете такой what the fuck не в момент байдника данных, а где-нибудь потом отложенную проблему. То есть проблема откладывается. И это очень опасно. Ну, подведем немножко итоги, что я могу об этом сказать. Для себя я понял, что Node.js для как майнстрим сервис, дефолтовый стэк технологии, наверное, это не для меня. Есть места, где он хорош, какой-то прокси построить, легко, непринужденно. Какая-то агрегация данных, параллельно закинул запрос и собрал. В общем, все то, где нет такой тяжеловесной бизнес-логики. Там это без проблем очень классно использовать. легко, быстро, непринужденно. Все, что такое более уже серьезное, я не буду использовать в дальнейшем. То есть, для меня сейчас, спустя два года, я могу сказать, что не полностью goodbye Node.js, но точно никак основная платформа для разработки. И в общем и целом, да, Java, это не только как язык Java, а как платформа. Java я подразумеваю, побыв там, побыв здесь, я могу сравнить, но для меня Java все-таки приятель. Вот. В общем-то, на этом скажем все. Перед вопросами, ответами вот такая совсем немножко рекламы. Если вы как бы Java-разработчик и вам хочется построить FinTech-продукт с нуля, пока с нуля, то есть вам интересно попробовать что-то новое, но все-таки на Java, то пишите или в перерыве обращайтесь. Также, если вы классный DevOps, который ему интересно все автоматизировать, также пишите обращайтесь. Ну, если Android и iOS разработчики, то тоже можем поговорить всегда. Вот. На этом спасибо. Вопросы, ответы? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я задам первое. Не кажется ли тебе, что на самом деле смена парадигмы языка или языка сложна, потому что ты сначала привыкаешь к чему-то одному, то есть ты сразу начал с Node.js, ты подумаешь, а, фу, вот эти вот... это все правильно. Я на самом деле эту тему вынашивал довольно долго. Я, когда, первый год, я старался, не то, что вот, я понимал, что где-то... Сначала у меня было такое ощущение 50 на 50. То есть, да, вот эти вещи классные, здесь Java как бы, она так, не очень, здесь Node.js прикольно, но вот здесь Node.js не очень. И я для себя не решался сделать какого-то вывода, потому что, действительно, допустим, я там полгода проработал, год проработал на эту платформу, маловато. Когда уже перевалил, грубо говоря, за полтора года, как бы, я для себя уже сделал некоторую общую картину, ну, принял решение. То есть, я не сразу вот так голословно, фу, это какашка, это классно. То есть, у меня вот был такой очень 50 на 50 состояние, но потом я понял, что все-таки для себя я выбираю этот путь. Еще вопросы? В 2016 году вы не взяли сразу TypeScript или вы взвешивали вообще этот вариант? Смотри, TypeScript, на самом деле, мы взяли TypeScript где-то в 2017 году. То есть, сначала, скажем, в компании TypeScript, он так, ну, как бы, сильно сначала не рассматривался, потом он стал приниматься, назовем так. То есть, поэтому, сначала чисто, назовем, ванилы JavaScript, потом уже такой не совсем ванилы. Просто затупили, что-то понятно. Ну, я бы не сказал, что затупили, но нужно было попробовать разные способности. То есть, скажем, TypeScript, где у тебя особо сильной логики нет, туда-сюда возьми, он действительно, он будет немножко overhead. У тебя какая-то компиляция добавляет, все какие-то нужно лишние типы вводить. То есть, если что-то серьезное, то TypeScript уже выигрывает. это была основная деятельность, то есть, я как бы, основная моя работа, я перестал разрабатывать на Java, основная моя работа была разработка на Node.js. Не, но я перешел работать в другую компанию, другим занеделом заниматься. То есть, если бы хобби, наверное, я бы не стал выступать с этой темой. Потому что, это было бы слишком мало опыта, чтобы о чем-то утверждать. Даже субъективно. А что вы будете делать с этим, ну, с Legacy, который сейчас? Ну, скажем, и не то, что Legacy, то есть, компания, она дальше продолжает, скажем, я уже не работаю в этой компании, назовем так, и это не Legacy. То есть, основной тренд компании действительно микросервисы использования Node.js. То есть, это имеет право, это, как бы этот подход имеет право на жизнь. Здесь есть свои хорошие моменты, здесь есть не очень хорошие. То есть, как я уже отобразил, что для микросервисов, допустим, когда у тебя Memory Footprint очень маленький, это классно. То есть, ты можешь удобно разворачивать, создавать новые сервисы, и твоя инфраструктура будет великолепна это все поддерживать. И не нужно там, в сервера добавлять еще там пару сотен гигабайт памяти. Ну, то есть, они продолжают? Да, это как бы, ну, как бы, в целом, в общем, это нормально. И как бы, индивидуально для меня, я считаю, что это, ну, как бы, я бы, вот с нуля бы, для себя бы не использовал Node.js. это чисто моя субъективная позиция. Это не значит, что вот у компании это Node.js legacy, и она вот не справляется, а я такой красивый, да, такой, эй. Нет. Ну так, получил тестов. Эгей, я пойду Java заниматься. Ну, не совсем так, эгей, я пойду Java заниматься. Ну, как бы, я для себя сделал выбор, что с технической, с точки зрения, Node.js, наверное, не при меня. Все, вопросов больше нету? Ну, тогда аплодисменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.